Губернатор сегодня посетил одно из ведущих предприятий региона – сады Кубани. Урожай яблок, груш и слив там собирают с 500 гектаров, при том, что в среднем по краю получают около 30 тонн яблок. В садах Кубани урожай с одного гектара достигает 80 тонн. Собирают его не только вручную, как рассказали Ткачёву. Ведущую роль в уборке на предприятии последние несколько лет отвели специальным комбайном. Процесс максимально механизирован. А чем отличается технология сбора на тракторе от вручном режиме? Трактор убирает снизу и вверх полностью, сверху внизу. А мы только до конечного уровня. А вот и платформа за нами идет, которая рядом. Это специальная сад. Ну, согласитесь, это фантастика, да? Такого мы даже мечтать не надеялись. Красоты, чистоты, сад, качество яблок. Мы хотим, чтобы так вся Кубань была. Садов у нас большая, северная. Да, и все, в общем-то, понятно, что в Тюмени или в Челябинске такого яблока не получат никогда. Только на Кубани. И все от Кубани ждут как раз плодов, овощей, ягодов, фруктов и витаминчиков, да? И все на нас, знаете, смотрят с такими большими надеждами. Потому что мы выполним обещанное. А то польское яблоко, да, польское яблоко, да? Нет, кубанское лучше. Кубанское лучше. Правильно, накормим всю страну кубанскими яблоками. И, Александр Николаевич, вот земля Ленинградского района на 100% пригодна для выращивания яблок. А почему обычная земля? Чем отличается она? Павловская. Заключение института, что именно химсостав таков, что 100% можно сажать яблоки. И в нашем хозяйстве зарезервировано еще тысяча гектаров по то, чтобы расширяться. Сады Кубани – предприятие полного цикла. Там не только выращивают яблоки. Голландское оборудование используют на линии сортировки. А гордость предприятия – собственная упаковочная линия. Так что в прямом смысле эти яблоки попадают на прилавки магазинов прямо с дерева. Кроме того, четыре года назад на предприятии построили собственные хранилища. Александру Ткачеву показали огромные холодильные камеры. Каждая рассчитана на 200 тонн, в которых фрукты при необходимости до двух лет могут храниться в идеальном состоянии. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.